Как это часто бывает, путь к успеху тернист. Вот и здесь ребятам нужно было пройти серьезный отборочный турнир, прежде чем попасть сюда, на финал. Лучшие команды на состязаниях в каждом из районов получали право на участие. Детский фестиваль проводился в четырех группах среди мальчиков и девочек 2009-2010, а также мальчиков и девочек 11-12 годов рождения. В каждой из четырех категорий здесь в финале за призы боролись по шесть команд. Кстати, такое же количество и игроков на поле в каждом коллективе. Пять полевых и один братарь. Футбол у нас в России и в мире номер один. Все рвутся играть, всем это нравится. Очень приятно, что команды девочек появляются и мы будем с каждым разом популяризировать это. Тем более, есть потребность в проведении соревнований по девичьему футболу. Я думаю, что это направление нужно развивать. Мальчиков и так много и потребность есть. И очень хорошо, что такие мероприятия проводятся. Фестиваль в нашем городе – это часть масштабного проекта партии «Единая Россия. Детский спорт». Это соревнование всероссийского уровня. Мы проводим его уже пятый год. Это очень здорово, потому что оно проводится с целью популяризации массового детского дворового футбола, популяризации здорового образа жизни. И для того, чтобы все объединялись и занимались спортом на таких замечательных площадках, которые построены. Вот этот, в частности, факот построен. Также при поддержке партии «Единая Россия» проекта «Детский спорт». Игры достаточно яркие, эмоциональные. Соперники очень достойны, несмотря на то, что это дворовый турнир. А в каждом матче борьба была не на шутку. Игроки стремились не уступить друг другу ни одного квадратного сантиметра на поле. Причем неважно, девочки играли между собой или мальчики. Многие из этих ребят футболом не занимаются. Но когда узнали, что проводится такой масштабный фестиваль, сразу же решили записаться. Кстати, этот турнир ценен не только сам по себе. Участие в нем – еще и шанс попасть на карандаш к детским тренерам. «Детский футбол и мастерство – эти вещи уже абсолютно исключают друг друга. Вот такой дворовый футбол к тому же. Здесь главное, что от улицы оторвали детей, что дали им соревнования летом какие-то. Я посмотрел, есть несколько мальчишек неплохих. Может, кто-то из них занимается футболом, а может быть, не занимается, и кто-то его заметит и не рад привлекут. Это здорово. Вот для этого смысл вот этих соревнований». Формат каждой игры – два тайма по 12 минут. С интересом за играми наблюдали, конечно же, самые преданные болельщики – родители игроков. Финальный этап состязаний проводился в течение трех дней – 24 августа финальные игры. По итогам состязаний по традиции наградили лучших игроков и, конечно же, победителей и призеров фестиваля. Эти девочки из 11-й школы с названием «Команда» угадали на все сто. Их коллектив «Победа» завоевал золотые медали на состязаниях. «Не сильно тяжело. Вообще не тяжело. Ну, типа, было легко. Эмоции, как всегда, ну, лучшие, конечно, время тоже прикольное. Играли не первый раз, но реально прикольно. Даже, ну, главное не победа, а участие, потому что победить каждый может. А такие вот эмоции испытать. А как вы вообще собрались? Как собрали команду? Да, в школе. Познакомились все и начали тогда ходить заниматься футболом. И все. Начали играть, позвали всех играть, все познакомились и начали играть. Интересно, что среди их сверстников, мальчиков, победу на турнире также одержала команда «Победа» из 11-й школы. У девочек 11-12-го годов рождения золота у команды «Динамо». У мальчиков в этом возрасте лучшими стали ребята из 49-й школы под руководством бывшего игрока команды «Мастеров» Александра Сугака. Уровень нашей команды достойный. Победа далась очень легко. Команды, у нас дети, которые учатся в школе, занимались футболом. Поэтому, ну, так как они учатся в одной школе, руководство разрешило участвовать. И положение пришло на школу. Следовательно, ученики этой школы достойно представили. Вот, благодаря директору, который в свое время не отреагировал, как я сказал уже, Бородина Атанна Борисовна, делает большое дело для развития футбола в школе. У нас много детей там занимается. Учитель физической культуры много уделяет. Кружок есть. Мы все радовались. Хорошая победа была. Много мячей забивали разным командам. И мы заслужили эту победу. А за счет чего удалось победить? За счет команды, духа, хороших игроков, понимания друг к другу. Организаторы надеются, в следующем году фестиваль будет еще более массовым. И особенно рассчитывают, что бороться за медали будет еще больше девочек. Здесь их было 70. Светослав Данилов, Михаил Волобуев. Новости Севастополя.